Адвокаты намерены обжаловать решение Мосгорсуда с 24 октября по делу Игоря Пушкарева в кратчайшие сроки. Апелляционная коллегия Мосгорсуда, как мы вам уже рассказывали, оставила без изменений апрельское решение Тверского суда. 15 лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа Игорю Пушкареву, 8 лет условно и штраф 500 миллионов рублей Андрею Пушкареву, 10 лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа Андрею Лушникову. Эксперты и журналисты называют этот приговор одними из самых суровых в современной судебной системе. Пушкареву назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей. Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, в котором рассказал об апелляционных судебных заседаниях. Дорогие друзья, обращаюсь ко всем, кто меня поддерживал и поддерживает вот уже более 40 месяцев. Я вам очень благодарен, каждому из вас. И для меня это очень важно. Спасибо вам всем. Суд неоднократно подчеркивал факт внимательного изучения наших жалоб и материалов дела. Однако в течение двухдневного рассмотрения апелляции судья докладчик называла меня Иваном. Даже зачитывая итоговое решение, она дважды назвала меня этим именем. Это показывает, насколько внимательно суд изучил наше дело и разобрался в нем. Считаю, что никто и не разбирался, а просто утвердили заранее принятое решение. Но, несмотря ни на что, я продолжаю бороться и защищать свое честное имя. Написал Игорь Пушкарев. С полным текстом его выступления на суде можно ознакомиться на страницах Реавладньюз. Агентство также вело текстовую онлайн-трансляцию из зала суда и разместило его в сети.